Дорогие друзья, вот мы приехали в село Рождество, где женщина содержит животных в большом количестве. Ей нужна помощь, потому что она одна не справляется. Вот такой здесь котик ученый. Вот наш тетя Люда, которая помогает животным, спасает их. Сейчас идем на экскурсию. Ну, ведите нас, показывайте свой питомник. Вот у нас некоторые привязанные. Мальчики, девочки, стерилизованные. Вот. Мальчик рыпкий. Привет, мальчик рыпкий. Ой, ой. Это кашка? Мы подобрали кашку Дина. Ага, кашка. Кашка. Это девочки, Гриш, стерилизованные. Хорошие. Это у нас молодость. Некуда определить, инвалид мальчик. Вот в чем. Ой, ой, ой. Насутка. Так, а там будет локотничая, да? Бедненькая. Бедняжка. Кто же ее выкинул? Не знаем, подобрали. Такой кошмар. Вот у нас умница такая, Гердочка. О, Герда. Герда? Герда. Да, да. Диночка. Ну, мы ее сейчас откормили. Касочка. Ой, ты мой сладкий. Да, хорошая. Диночка. Диночка. Красотка. Молодая, да? Умная. Умная девочка. Она сейчас хорошая. Была вообще умная. А где же, откуда она у вас взялась-то? Ее кто-то выкинул, да? Эту нам привезла одна девушка. Была на улице Народной. Возле одной бабульки. Говорит, пристряла. Та вынесет кусок хлеба. И она жрать, видимо, хотела. Нельзя, Диночка. Бедняжка. Нельзя. Сейчас. Мы начали убирать. Хасучка. Откапывать. Красотка. Да. Ну. Люд, а сколько у вас всего собака-то? Это еще не все. Это не все. Мы идем дальше. Красавец. Охранник. У нас же вот тут привязано. Вот здесь? А что-то она не выходит. Потому что она сыкуха. Да? Да. Боится? Да. Такие они. А вот там, в будке, тетя Люд. А вот там. И там тоже. Не выходит что-то, да? Люд. Ну, ладно. Собака. Это вот нарушенная психика. Нельзя. Обозленный он, короче. Да, психика сорванная. Да, травмированный. Во. Сфотографируй пока мы с мы вылезли. Это у нас волчонок. Волчонок? У-у-у. Настоящий прям? Змея, но она как помесь от волка. А, вот это да. Помесь от волка. У-у-у. Это у нас старичок. Старичок. Ой-ой-ой. Макару. Переломанный, Джеки. Переломанный. Да. Ну, теку-ка-ка-ка. Ну, мой волк. Вот у нас дура, Жужа. Жужа. Ой-ой-ой. Так, еще. Сейчас, ну, хоть ты не ждем. Найдочка. 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 Вот выглядывает бандитка. А, вон еще одна. Вот у нас малышек. 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 Малышек, малышек. Это молоденький мальчик. Молоденький. Это у нас вообще на трех лапках. Доже на трех лапках. Да, мы его спасли. Ой, бедняшка. На железной дороге. Весел 3 килограмма. Сейчас вот такой слоненчик. Ага. Вот она, вот она. Жужечка. Жужулик. Старичок, не лай. Не лай, мой хороший. Не лай. У нас пумочка. Умочка. Пумка. Умочка. Умочка. Умочка красотка. 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 Ой, мама дорогая. Какой кошмар. Какой белый. И второй белый. Ой, какие красивые. Другие люди, обратите внимание. Может быть, кому-то нужно будет. Малыш, посмотрите, какие подрожные. Малыш. Ой, как он пленит, жалобно. Стой. У нас пленит. Это у нас две девчонки. Веснушка и чернушка. А-а-а. Малыш, милая, а желтый по сердечку. А-а-а. Здорово. Красотки, красотки. Вон, смотри, видишь сердце. Вон, с той стороны. Да, да. Это мальчик. Ой, какие милашки. Милашки. Что они говорили? Я же никуда не выхожу. Она говорит, запила, напьете. О. Так, идем, не называемся и не пугаемся. Хорошо. Мы готовы ко всему. Почему? Потому что вот у нас девочка, которая осталась сироткой. Умерла бабушка через две седьмые дедушки. Ой, какой ужас. И осталась одна. И она осталась. Лапочка. Это пальмочка у нас. Пальмочка. Пойдем. Ну вот, сейчас это бамба у нас. Заходим. Ой. Здравствуйте, девочки. Посмотрите, какие. Ой, нет. Вот. Видите, с них какие. Видите? Вот они, пекинезики. А это Ника. А вот пекинезик, да? Пекинезик, вот. А это вот мальчишеньки, они такие будут. Да? Да. Смотрите, какие маленькие. А это вот Сонечка. Ой, да подгнула эту лапочку. Соня, Сонечка. Это вот эту выкинули девочку, пекинезику, да? Это вот мама. Ой, а возьмите ее на руки. Глядьте на, какая красотка. Чтоб мне ее снять хоть. Ой, смотрите. Ой, какая лапа. И с тремя щенками выкинули, да? Да, но одного мы уже отдали. Ой, Лалулька. Прелесть. А это вот у нас Гошенька. Вот. А вот это вот хочешь, посмотри. Это у нас Алиса, крысеныш. Смотри, в ней телец. Ой, ух ты. Ничего себе, какая. Да, вот она, че, крысеныш. Красивка Алиска. Ну, Пуська. Да. А это у нас Эрик. Эрик. Это Гоша. Нюша, Нюша. Кто лапку дает? Ой, сколько тут еще. Глюша. А это Сонечка. Ой, как она лапкой делает, прикольно. Вот это басенька вышла. А это бусинка вышла. Ага. Ой, кто там картинку грызет? Кто? О, да кто это? Вот пекинезик еще. Это Ника, девочка. Пекинезичек. Ника. Ну, и тетик. Это на юбочке. Да, вот они мои красотки. Смотрите, какие собачки интересные. Да. Как будто породистки. А я вспомню, что они с паниелькой. А, со спаниелькой. Да, вот и басенька. Басенька. Это Басенька. Басенька, вот она, видишь? Ага, ага. Они будут маленькие. Им уже в пределах по 4 месяца, но они теперь такие будут. Да. Друзья, ну посмотрите, какая девочка пекинез. Ну, это ж вообще. Ой, она там нежная. Нежная, добрая. Пойдем теперь сюда. Так, сюда вы не ходите. Пойдем. Нельзя. Гоша. Это мальчик Гоша. Гоша, Гоша, Гоша. Гоша, уть какая морда у нас пекинезная. И челюсть прямо вперед, как у всех пекинезов. Да, я пекинезик. Лопатунчик. Так, а это Ника. Это Ника девочка. Это девочка Ника. Тоже пекинезик такой замечательный. Пекинезик, я пекинезик. Ой, я пекинезик. Девочка гудякая. Так, а то следик. Мама сейчас попрет в комнату. Не надо. Так. Нельзя, нельзя, нельзя. Не ходите. Забегаем. А тут кошачий дом. Итак, смотрите, друзья. Какое количество кошечек. И, между прочим, мои. Так, драться нельзя. Нельзя, Илюша. И все спасеныши. Вот это у нас котик Илюша. Ой, какой. Которого чуть собаки уши не оторвали. Ничего себе. Мы с этой стороны залечили. А с этой вот такая рана еще. Так, тихо. А что они там так орут? Хотят сюда, да, зайти? Ну, мамами корали. Вот. Вот они. Теперь. Вот он, кошкин дом. Вот эту кошку из пасти собаки вытащили. Она ее вот так схватила. Вот поэтому сейчас нужен синолог с ее, чтобы она начала кушать более-менее. Вот. Почему? Потому что вот так. Сейчас покажу кота, которого... Ну, воду разлили, конечно. Который примерз к бетонной плите. Ого. И я обнаружила у него обморожение. О, какой красный. Сейчас попадешь к кому-нибудь по чердаку. Ага, вот он. Видишь, зайка? Ой, какой пушистик. Ой, какой. Ой, мой зайка. Вот для чего нам нужен тербинофин. Купили тербинофин, нашли. Вот, смотри, видишь, вот маленько он расчесал. Это все связано с обморожением. Подожди, подожди. Ну, подожди, мы покажем, давай. Давай, мы покажем, как мы лапки с тобой замечили. Вот эти задние лапки у него. Вот, видишь? Вот, видишь? Это было обморожение. Ну, уже мы замечили. Ой, смотрите, а вот этот вот, как он, британец, на британца похож. Да, это два котенка. Было три, одного отдали. Вот. А вот какая у нас интересная фигура. Да, это прутик. Ой, а этот даже, у него хвост даже этот, да? Нету хвоста у него. Вот поэтому нужен терпинофин, видишь? Он здесь расчесал и вот за ухом. Явно, что в ухе клещ. Это сто процентов. А вот еще на окнах. А это вообще кошечка. Веслоухая, да? Да, веслоухая и хвостик у нее, видишь? Типа какая-то порода. Ну, мы ее тоже подлечили, конечно. У нее там вся шея была ободранная. Ну, сейчас... Тетя Люд, ну, расскажите, сколько у вас сейчас в общей сложности кошек? В общей сложности? Да в пределах уже под 50. А собак? А собак, вот, не считая, у нас во дворе 35. И щенков здесь 8. И вот тут еще 3. В общем, в принципе, тоже под 50. Короче, каждый день, вы говорите, да, подкидывают вам? И подкидывают, и подкидывают. Вот, знаешь, как сегодня, сегодня сама обнаружила. Вчера Даша была здесь в комнате, где-то во дворе, вот, под навесом. Но кто-то как, типа, умирающий. Мяк, мяк. Даша, давай иди посмотри. Ну, все, обошли, нету. Но сегодня я ее нашла, кошку эту, конечно. Конечно, вот, я ее, конечно, нашла, но она теперь где-то спряталась. Хрумкают, хрумкают. Мы вам столько сейчас гостинцев привезли. Ну, вот, видишь, у нас мы... А это вот уже мы рассыпали. Ну, мои маленькие делают. Тетя Люда, а где же вы спите-то? А сплю я. У меня дом большой, там еще спальня есть. А там в спальне, пойдем, сейчас посмотришь, инвалид, которого я лечу уже 4 месяца сентября. Этого инвалида Даша пошла в школу и нашла маленький. Он уже в возрасте, конечно, мальчик. Но его сбила машина, поврежден был позвоночник, переломанные лапы. И он на передних ногах передвигался, а задние стертые до кости были. Ого. Но я это все лечила. Мы уже пытаемся стоять. Мы пытаемся. Мне его очень жалко. Угу. Мне его очень жалко, который я говорю, я 4 месяца. Илюша, уходи, Илюша, Илюша. Так, банда ушла. О, тут и собачки. А вот рыженький вышел, ничего? Ничего, Лилечка, она вышла, она и зайдет. Это вот это вот, да? Бедная собачка. Вот. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну, Лич, Лич, Лич. Написывается. Вот у нас тут что было. У нас вот это было стерто. Вот. Были кости. Сухожилия. Вот. Ну, мы это все залечили. Ничего себе. Вот. Теперь мы когда только хвастаемся. А так мы вот кушаем, мы стоим. Ммм. Мы стоим. Ничего себе какие. Да. Вот. А этот что тут делает? А тут еще один. А что вы их отсадили от тех, которые в коридоре? Почему? Потому что обижают. А, обижают. Да. Ну, куда ты пошел? Рич. Ричик. Какой классный. Гляньте, белый бим прямо. Белый бим, черное ухо. Это была рыженька. Это вы здесь спите, да, получается? Да, да. Это которых кинули в синих. Вот она. Вот она вылазит. Ой, довольная какая. Ой, видишь, какой он ходит. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Поглажу. Поглажу. Поглажу красотуньку. Поглажу, похлажу. И вот ты не представляешь, я его лечила. Сколько бинтов, сколько лекарств. Я просто не могу на него смотреть. Да я представляю. Ричи, иди мамы, иди мамы, иди мамы, иди мамы, зайка. Мама, надо... Ну, ты вот только вот это, вот, вот. Видишь ты, что делаешь? Поэтому он мокрый, у него... Он писается, потому что у него, видать, все там это, нарушено. Да, да. Вот я просто хочу посмотреть, чтобы ты посмотрела, что мы с этим мальчиком делаем. Угу. Давай, 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 Как мы ездим на велосипеде, давай, 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 да лапки, вот они какие были эти лапки, вот, вот это здесь у него было все стерто до крови, лапы вообще, я когда его увидела, я и сейчас не могу, вот, но сейчас он довольно-таки стал мальчик хороший, шоустренький, да, ну вот, мы пытаемся, конечно, стоять, но только вот когда мы хвастаемся, ну давай покажем, как мы стоим, ой, ну красавец, ой, хоть бы забрал кто-то, одного взяли, ну гляньте, какая прелесть, вообще, это балованный мальчик, так давайте сейчас, очень стеснительный, да, скромняшка, а тут вот, тут бандит, вон, бандит, ой, какие ушеньки, ну вот ты, вот ты, сладенький, речионный, мальчик любвеобильный, ну уже он лапки стал, видишь, под себя, вот, то они у него все были, вот, да, да, и он уже пытается на кровать залазить, да, мальчик, и кушает, вот, это буквально, вот, посмотри, какая красотка, да, я уже сняла ее, да, вот, прям на днях, дня 2 или 3, но она еще никак не отогреется, она вот и спит, и спит, и спит, поэтому мне и нужен, вот этот, синтолог, он идет как антибиотик, вот, он от всего, вот, она, видишь, какая, вот сейчас, смотри, иди, 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 это вот у нас взрослая кошка линда вот это тоже сирота сиротка вот ну можно сказать вот этих дедушка умер дети приехали продавать дом а я выкинули на свалку можно сказать мой член семьи он это вот молодая собьют с ног я в этом году так померанский шпиц надо его тоже сфоткать ну я его никому не отдаю а не да и все а вот я в этом ходу затратила много средств вот оборудовала вот у меня тут живут кабанчики чип чип это вот коты чип вон какой красивый рыжий вот этот рыжий это железнодорожник 10 дней в вагонах ездил маневрировали новогодние праздники вот мы его спасли это вот тут вот тема это тут тоже мои мальчики тёмочка тём тёма тём тётя лют а как же вот когда лето вы их пускаете или вот час на улицу сейчас я покажу тебе вот это у меня здесь в основном кошки вот смотри прогибайся кисуньки господи сколько же вас тут а это вот для нее надо ее прокормить надо вот у меня по возможности домики сделали вот форточка а они выходят на улицу там у меня сарай а на уровне гаража вот тут у меня а это вы когда форточку открываете вот ну вот эту вот они то есть выходят заходят а тут пришли они уже знают ой как хорошо ну вот в этом году я не хуже по мелочи пластик вот по низу новые линолиум кинула вот где думая тут где-то котята один кто-то окатилась до эти два мертвые один живое но будет жить будет не будет ну понятно вот потолок я подшил поменяла проводку вот почему а тут видишь отсюда печка здесь довольно таки им тепло тут жарко да это то что на улице потеплело а так вот даже в морозду сидеть комфортно довольно таки можно сказать там внизу туалеты вот ящички мы поделали вот домики вот это вот это вы сами все делаете или вам кто-то нет это нам подарили это вот я делала сама вот это внизу я делала сама это нам подарили это бывший скворечник я его переделала понятно а а крош кроша крош это вот моя мама старая этажерка мы еду заэксплуатировали в общем как говорится голь на выдумки хитрая вот где-то по возможности где-то как-то почему потому что есть были стены здесь были провода ну гараж ну да все я вот ну конечно они поросятничают уже обдирают ну что пойдем нельзя нельзя ребята кому нужна молодая овчарка игру че короче тут у вас кухня да была здесь просто ну пришлось ее утеплить вот можно практически сказать я с ними тут нахожусь целый день ну да да почему потому что вот смотри это вот щенкам сварила каша рисовая куриные головы это вот кошкам сварила это вот на костях на куриных бульон это тоже для кошек вода у меня всегда туда горячая не кожа на всякий случай у меня конечно все есть обсуждается даже ну и сюда вручную воду приносим ну более того вот это что это грязь и и никуда не да ну естественно вот она ну вот поменяла хотя бы двери в этом году а как у меня тут вот это именно для вот этих больших собак ну с круглой да у вас сама покупая вот он хотя бы на февраль вот я может сварила кашку вот косточки да когда есть крупа там и гречку добавляю в общем для разнообразия поэтому вот это у нас тут вот такой фарш нам еще добавляя здесь когда я четыре года назад четыре больше уже больше где-то после смерти мужа у меня была депрессия жить не хотела белый свет видеть не хотела и к нам сюда подполз битая собака я начала его выхаживать и у меня вот это вот ушло все депрессия ну а потом так подберем то там и у меня были там вот сейчас железо а там были просто деревянные перегородки немного их было потом знакомые ну вот подобрал собаку возьми ну взяла потом он кому-то дал ошейники надо цепи надо карабины надо некоторые препараты надо кто не знает что такое препараты зайдите в аптеку они посмотрите цены но я покупаю но ни у кого не спрашиваю дайте ради бога дайте надо лечить дать я получаю пенсию и вперед поехала купила если мне кто-то купил я даже говорю с возвратом приезжаете отдаю деньги они в интернете там такую гадость писали что все что я приобретаю где у нее чеки вот такая пачка у меня чеков всяких за то что я покупала вот я нанимаю рабочих все точно также где-то что-то сделать вот где-то будка одна будка из моего материала стоит 500 рублей но плюс и материал в пределах полторы вот будка получается две тысячи но у меня их вот сколько вот на вольеры у вас какие все прямо капитальные капитальные эти вольеры вот они волонтеры были бориса глебский помогли мы это построили вот это что крышу это мне подарили с матросовский металл просто подарили вот но то что они там подарили то что они там делали вот но я уже за зиму я закупила петли почему потому что петли надо все приварить к железкам они прикручены на вот такие шурупчики они пополомались видишь не закрываются потому что они уже повелись не держатся я попыталась открутить они ломаются их только нужно приваривать вот я закупила петли на все вольеры я закупила доску мы будем вверх срезать селить доску ютофол и этим железом накрывать вот теперь я закупила юсби лист 950 рублей стоит грешным делом я продала корову и 20 тысяч уже оставила здесь я купила 10 листов юсби я купила 50 штук рек потому что на будке надо вот шурупы мы купили потом вот эти всякие закрывашки мы купили вот и купила я пока еще только 20 метров сетки потому что ты видишь там сетка они купили с большими ячейками они мордочками пролазить ее разрываем ее нужно снять и поставить чем мельче тем лучше вот но пока еще не на все вольеры так что вот так вот это вот тоже где чего крупу я все покупаю ну вот одно единственное мне помогает наши поворинские с базой ложку марина владимировна вот потом надежда ой наталья владимировна учитель нас поворина и надежда анатольевна вот как их было три они уже два года они меня обеспечивает кошкам еду вот и сухой там передают или а так кто люди кидает мне на карточку вчера одна бабулька кинула 150 рублей а другая 50 рублей но пишет чем могу помогу но опять за 200 рублей я же ничего не куплю я опять жду может быть кто-то что такие я потом вот эту денежку звоню наталья владимировна говорю наташ нам накидали там допустим тысячу рублей она переводи мне на карточку я перевожу ей на карточку она там покупает что нужно я и говорю она покупает и не приводит но лично у меня иногда даже нету хлеба у меня потому что я получила эту пенсию а я на пять тысяч крупы на сколько у вас пенсия девять с половиной офигеть вот на пять тысяч я набираю крупу остается там сколько а две тысячи кидаю сюда на коммунальные а две тысячи надо кошкам окошком корм что это мешок две шестьсот я кетики покупаю иногда беру влажный вот для маленьких для слабеньких вот ничего у меня остается у меня ничего не остается ни копейки я потом начинаю спасибо мука есть где пышки где пирожки люди никто это не знает что иногда иногда у меня их даже нет я с июня месяца я пенсию не вижу ремонт вот мы подсчитали с наташей 40 тысяч вышел вышел но с электричеством совсем вот потому что еще ну да так крупы закупали так вот чё по необходимости у меня вот в январе брат меньше умер молодой тоже получил пенсию туда отдала ну вот остались так это было то что огород я сажаю консервирую мы с дашкой полезли погреб картошки достали соленья это у нас есть корова у меня есть куры есть так у вас сейчас корова еще есть да вы молоком торгуете ну я сейчас она в данный момент уже бросает а как я не торгую молоком я ставлю на простоквашу я делаю творог кормлю кошек кормлю собак кормлю курей у вас короче они еще и молочные продукты употребляют да почему потому что молоко нельзя а молочные кислые пожалуйста вот поэтому вот как то так и мы сейчас с дашей молоко у нас всегда есть там чуя спеку я просто люди некоторые недопонимают куда я их могу а где у вас корова то чем находится а вот где ты спрашивал что там наверху на втором этаже нет ну саратов внизу внизу вот вот мне 10 мешков привезли 10 мешков 3 500 какая у меня подработка чем был с карточка сняли свои добавила ну уже радует господи да дай бог мне счастья здоровья чтобы все февраль прожить а потом уже тепло тоже мы не боимся но опять мы не боимся от блохообработка глистогон тоже берете глистогонку но я сейчас приспособилась я покупаю таблетки инспектор здесь они от всего и сколько стоят а вообще вообще если брать одну таблетку допустим вот такую она стоит одна 200 рублей 1 если но я ее одну не беру вот в пачечке всего 4 таблетки это вот маленькие идут для больших кошек и для щенят что здесь идет от всего эти комикосы и ушные я дала и она эта таблетка действует 5 недель когда этими пипятками два раза я обработаю это один раз ну вот я вот посчитала вот вот раз я брала это для кошек и для щенят а то есть для собак большие вот я 4500 сразу на все сейчас кстати посмотрим что там муж прочистил так ну вот мы вам тут посылочку привезли смотрите здесь мы вам привезли который вы мазь заказывали тербинафин две штуки последние забрала потом вот такое мы взяли анандин тоже последний до каплюшные это вот это вот прям необходимо вот здесь смотрите здесь две пачки ножек и две пачки мясокосный остаток а здесь вот смотрите мы мы взяли вот такой большой этот для котов нормальный у меня почему-то вы не все едят ну и сейчас собакам скормить а здесь 10 килограмм разные крупные я щенкам уже не тут раз приехали собачку взяли и далее это там килограмм 10 роял конин для щенков самый самый ценный роял камин ну иногда и я по деньгам смотрю я тоже покупаю роял конин слабеньких поднимать слабеньких больных да да вот этот вот котик серый у которого были лапки обморожены он вообще три дня ничего не ел тетлют ну лопату мы тоже вам дарим тогда вот эту вот это вам это вам лопата а то у нас еще муж был он сделал лопату с алюминия но уже восемь лет нет ну понятно ладно все спасибо тетлют за экскурсию держитесь сил вам здоровья вот надеемся вот их всех увидела моих кабан да 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 и теперь дорогие подписчики значит вы сами все прекрасно увидели своими глазами услышали своими ушами какое количество животных так что присылайте помощь вот ведь людо будет дальше служить всем животным ухаживать за ними вот да так что всем миром как говорится поможем здоровья вам самое главное только из-за них ты сама видела я в дом вошла они все ко мне пришли да да все потому что я всех их люблю ну надеемся что конечно же люди обратят внимание и хаску заберут и пекинезиков хотя бы заберут и овчарку желательно чтобы не бросали да да и ухаживали да но все все оптимально можно договориться да да ну не бросайте чтобы они замерзали конечно конечно ну все тетлют до свидания всего доброго вам счастлива большое вам спасибо приезжайте к нам обязательно на здоровье всего доброго до свидания до свидание до свиданий до свидания Продолжение следует...